Смыслом существования, душой Византии было православие, ничем не поврежденное исповедание христианства, в котором тысячелетия принципиально не меняли никаких догматов. Такого демонстративного консерватизма Запад просто не выносил. Называл его нединамичным, тупым, ограниченным. И в конце концов с угрюмым фанатизмом стал требовать, чтобы Византия модернизировала всю свою жизнь по западному образцу. В первую очередь религиозную, духовную сферу, затем интеллектуальную и материальную. По поводу уникальности и своеобразия Византии, Запад, несмотря на свою порой поразительную и страстную любовь к этой цивилизации, вынес свой приговор. Все это должно быть уничтожено. Если потребуется, то вместе с Византией, с ней и с ее духовными наследниками. Неплохой орган. Тоже изобретен и создан в Византии. В IX веке его завезли сюда, в Западную Европу. И с тех пор, как видите, он здесь прижился. Но, конечно же, нелепо говорить, что Запад был виновен в неудачах и падениях Византии. Запад лишь преследовал свои интересы, что вполне естественно. Исторические поражения Византии происходили тогда, когда сами византийцы изменяли основным принципам, на которых держалась их империя. Эти великие принципы были просты и с детства известны каждому византийцу. Верность Богу, Его вечным законам, хранящимся в православной церкви, и безмоязненная опора на свои внутренние традиции и силы. Столетиями византийские императоры, мудрые и недалекие, успешные правители и бездарные полководцы, святые на троне и кровавые тираны. Когда перед ними вставала неизбежная необходимость судьбоносного выбора, знали, что следование этим двум правилам является залогом жизнеспособности их империи. В Священном Писании, которое с детства было знакомо каждому византийцу, об этом сказано совершенно определенно. Восвидетели пред вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе. Благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. В Византии с конца 13 века образовались две партии. Одна призывала опираться в первую очередь на свои внутренние силы, безусловно верить в них, развивать колоссальный потенциал своей страны. Западноевропейский опыт они были готовы воспринимать избирательно, после серьезной проверки временем и лишь в тех случаях, когда перемены не будут касаться фундаментальных основ веры и государственной политики. Другая партия, прозападная, представители которой указывая на несомненный факт того, что Европа развивается все более успешно, стали громче и громче заявлять, что Византия исторически исчерпала себя как политическое, культурное и религиозное явление. И требовали коренной перестройки всех институтов государства по образцу западноевропейских стран. Представители прозападной партии тайно, а чаще и открыто поддерживаемые европейскими правительствами, одержали безусловную победу над имперскими традиционалистами. Под их руководством в стране были осуществлены ряд важнейших реформ, включая экономическую, военную, политическую и, наконец, идеологическую и религиозную. Все эти реформы завершились полным крахом и привели к таким духовным и материальным разрушениям в империи, что она осталась совершенно беззащитной перед напором войск своего восточного соседа, османского султаната. В первую очередь западная партия начала пересмотр отечественной культуры, истории и веры своей страны. Но вместо здоровой критики они предложили обществу пагубное самоуничижение. Все западное превозносилось, свое презиралось. Византийская история искажалась, вера и традиции осмеивались, армия подвергалась унижению. Из Византии стали создавать некоего всемирного монстра. Богатая византийская молодежь теперь уже не училась в своей стране, а уезжала учиться за границу. Лучшие умы византийской науки эмигрировали на запад. Государство перестало уделять им должное внимание. Император Федор II предрекал, отринутая наука станет врагом нашим и ополчится на нас. Она либо отдаст нас на погибель, либо сделает варварами. Пишу это охваченной мрачной тоской. Предчувствие императора не обманули его. Во время последней роковой осады Константинополя, выдающийся ученый-летейщик венгр Урбан предложил императору создать большие артиллерийские орудия, которые могли бы разметать турецкое войско. Но казна была пустая, а константинопольские богачи денег не дали. Не получив платы, оскорбленный Урбан предложил свои услуги султану Мехмету. Султан ухватился за этот шанс, который давал ему возможность разрушить неприступные стены города. Он открыл неограниченное финансирование проекта, и в конце концов пушки Урбана, лучшего ученика византийской инженерной школы, решили судьбу империи. Задолго до этого по западному образцу была проведена военная реформа. В Византии столетиями существовала проверенная, хотя и не всегда эффективная система так называемого стратеотского ополчения, национальной регулярной армии с рекрутским набором юношей с 18 лет. Со временем в византийской армии назрели серьезные перемены. Для войска нового типа требовались значительные капиталовложения. Тот самый стабилизационный фонд Василия II был предназначен именно для создания эффективной армии. Фонд, как мы помним, промотали, а армию решили кардинально изменить, построив ее по образцу профессиональной, западной. В то время у мы византийцев были пленены образом западных рыцарей, закованных в латы и доспехи, последние достижения тогдашней оборонной промышленности. «Мои византийцы, как глиняные горшки», – презрительно говорил о византийских военных один из императоров, а западные рыцари, как металлические котлы. Короче говоря, в результате реформы свою регулярную армию разрушили, профессиональную так и не создали. В конце концов, был взят курс на блок с Западом в рамках нового военно-политического союза. А на деле это выразилось в том, что в самые критические военные периоды пришлось прибегать к профессиональной армии, но не к своей, а к наемной. А что такое наемная армия, какова ее верность и боеспособность, византийцы сполна узнали на своем очень гудком опыте. Пытаясь опираться на опыт Запада, государство становилось все более и более неэффективным, но упрямо искало спасение в новом копировании западных образцов. Последним и самым страшным ударом по Византии стала церковная уния с Римом. Формально это было подчинение Православной Церкви Римскому Папе, в чисто прагматических интересах. Очередная внешняя агрессия поставила перед страной выбор. Рассчитывать на Бога и на свои собственные силы, или поступиться вековыми принципами, на которых основывалось их государство, но за это получить военную и экономическую помощь Латинского Запада. И выбор был сделан. В 1274 году император Михаил Палеолог решился на коренную уступку Западу. Впервые в истории посланцы византийского императора в Лионе признали главенство Римского Папы. Выгоды, полученные византийцами от этой сдачи идеологических позиций, оказались мизерными. Расчеты западнической партии не только не оправдались, они рухнули. Союз с Римом не продлился долго. Папа-грекофил, который из лучших побуждений втянул Византию в унию, вскоре после этого скончался. А его преемник, новый понтифик, оказался совсем другим, чем его предшественник. Интересы Латинского Запада были для него превыше всего. Он требовал, чтобы Византия полностью изменилась, перестроилась по образцу и подобию Запада. Когда ожидаемых Западом изменений не произошло, Папа отлучил своего новоиспеченного духовного сына, императора Михаила Палеолога, от церкви и призвал Европу к новому крестовому походу на Византию. Обращенные в униатство православные были объявлены плохими католиками. Византийцы должны были зарубить на носу, что Западу нужно только полное и безусловное религиозное и политическое подчинение. Непогрешимым для византийцев должен был стать не только Папа, но и сам Запад. Другой страшнейшей потерей от предательства веры стала утрата доверия народа к власти. Византийцы были потрясены предательством их высшей ценности – православия. Они увидели, что и с главным в жизни – истинами веры – оказывается, можно играть. Смысл существования византийцев был потерян. Это было последнее и главное, что разрушило страну. И хотя далеко не все приняли унию, но дух народа был сломлен. На место прежней жажды жизни и энергичной решимости к действию пришла ужасающая общенародная апатия и усталость. Народ перестал хотеть жить. Этот ужас порой случается в истории с отдельными народами и целыми цивилизациями. Так вымерли античные эллины, среди которых в первые века нашей эры начался необъяснимый демографический кризис. Люди не хотели жить, не хотели продолжать свой род. Редкие семьи, если и создавались, часто не имели детей. Родившиеся дети умирали от отсутствия родительской заботы. Аборты стали повсеместным явлением. Царило засилие самых мрачных оккультных и гностических систем, характеризующихся ненавистью к жизни. Самоубийства стали одной из основных причин смертности населения. Это сознательное вымирание народа получило в науке название «эндогенный психоз 2-3 веков». Массовые патологии психики и утраты смысла дальнейшего существования. Примерно то же самое началось в Византии после заключения унии. Кризис государственной идеологии привел к тотальному пессимизму. В обществе царили духовно-нравственный упадок, неверие, увлечение астрологией и самые дикие суеверия. Алкоголизм стал настоящим бичом для мужского населения. Появился болезненный интерес к давно забытым мистериям древних греков. Вовлеченная неуязычеством интеллигенция сознательно и цинично разрушала в народе основы христианской веры. Начались процессы депопуляции и кризиса семьи. Из 150 известных нам византийских интеллектуалов на рубеже XIV-XV веков только 25 создали семью. Это лишь немногое, к чему привело Византию решение элиты пожертвовать высшими идеалами ради практических выгод. Рушилась душа. В великом народе, давшем миру грандиозные образцы полета духа, теперь повсеместно царил сплошной цинизм и склоки. Русский паломник в начале XIV века писал «Греки – это те, у которых нет любви». Русские субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...